О деле Кокорина и Мамаева подробнее поговорим прямо сейчас. На связи с РТВА и главный редактор издания Медиазоны Сергей Смирнов. Сергей, я приветствую вас. Вы несколько часов назад у себя в твиттере написали, что, мол, разъяренные приговором футбольные фанаты готовят в России акции протеста. Серьезно? Ну, это была шутка, конечно. Я понял. Ну, смотрите, что касается этого дела. Вот что, если говорить о реальных сроках, до которых, собственно, все дошло, эта публичность всей этой истории повлияла больше в первые дни после самого события, ну и, в принципе, этот процесс освещался довольно ярко. Или же то, что потерпевшими стали, ну, не последние люди в такой российской иерархии, в российском понимании? Ну, я думаю, повлияли оба эти фактора. Ну, прежде всего, конечно, повлияло такое огромное внимание, которое вот к этим двум дракам было. Ну, и, конечно, сами потерпевшие, мне кажется, тоже оказали влияние. Ну, особенно речь идет о Денисе Паке, чиновник, человек, который возглавляет департамент в министерстве. Ну, как-то так не очень хорошо, когда футболисты бьют такого человека. Скажите, Сергей, я просто, честное слово, далек от российского футбола, наверняка вы к нему ближе. А все-таки судимость для футболиста в России – это что? Это крест на карьере, как, например, часто это бывает в тех же Соединенных Штатах? Или в российских реальных, как Корина и Мамаева, все потом будет прекрасно? Ну, это как раз большой вопрос. Дело в том, что мы в современной российской истории не сталкивались с подобного рода прецедентами. И какие-то исторические аналогии, там, не знаю, с Эдуардом Стрельцовым проводить крайне сложно. И, мне кажется, довольно сомнительно. Посмотрим. Но, мне кажется, клубы, которые будут сотрудничать с Кокориным и Мамаевым, конечно же, будут учитывать вот эту публичность, будут учитывать сам факт уголовного наказания, повышенного внимания. Поэтому им будет сложно продолжить карьеру на высоком уровне. Сергей, мы можем предполагать, на каком уровне примерно принималось решение о том, что, ну, это дело необходимо довести до конца именно таким образом? Потому что очевидно, что наверняка у этих футболистов довольно серьезные покровители. Но, опять же, такая российская система многим на Западе непривычная, но, тем не менее, таковы реалии. Я, кстати говоря, не уверен в очень высоких покровителях. В том смысле, что, ну, Зенит выиграла без Кокорина чемпионство. Это никак не помешало Зениту. Что касается Мамаева, мы сейчас слышали Галецкого, как он к этому относится. Так что, я думаю, как раз тут очень высоких покровителей и не оказалось. Тем более, проблема всей этой ситуации, ну, все же видели видео. Все видели, как себя ведут футболисты, которые, вероятно, были пьяными, которые толпой нападали на одиноких мужчин. За таких людей очень сложно вписываться и помогать им. Я думаю, просто не получилось даже нормально объяснить, почему они не должны сидеть. Сергей, спасибо. Журналисты Медиазоны, и, собственно говоря, вы наблюдали за этой историей. Я еще один вопрос, Стас, с твоего позволения, с самого начала. Вообще, что наиболее любопытного, наиболее необычного вы лично заметили вот в ходе этого процесса, в ходе этого судебного разбирательства, помимо того, что оно само по себе необычное, и, как вы сказали, беспрецедентно для российской судебной практики? Вы знаете, меня больше всего удивила тактика защиты и обвиняемых. Ну, понятно, обвиняемые никогда с ним не сталкивались, но в целом на всех судебных заседаниях тактика стояла примерно в одном и том же. С одной стороны, они извиняются, но как дело доходит до конкретных эпизодов, они начинают говорить примерно следующее. Не, ну они нас обзывали, а как мы должны были иначе реагировать? То есть, в целом, с одной стороны, мы признаем вину, а с другой пытаемся доказать, что все было бы правильно. Андрей, ну что ж, если у тебя больше нет вопросов, то поблагодарим давай сейчас Сергея за участие в нашей программе.